Ты не забудь За что было, за что было Привет, мама! Привет! Можешь меня поздравить? Я сдала последний экзамен на пятерку Поздравляю! Ты умница! Я рада за тебя Наконец-то Последний экзамен сдан Сессия закрыта Ну и что ты дальше будешь делать? Ну завтра я хожу на работу Ты даже себе не представляешь Я так соскутилась по своим ребятишкам Из продленки Лиза, зачем? Я не понимаю Неужели лучше нет места, чем Эта твоя школа? Я не понимаю, к чему этот разговор Мам, меня все устраивает Да и Борис Максимович мне любезно предоставил отпуск С Борисом Максимовичем надо отдельно поговорить И что ты ему скажешь? Ну, найду, что ему сказать Не беспокойся Я-то не беспокоюсь, мам Просто я не понимаю, к чему этот разговор Лиза Я не заводила разговор Весь этот месяц Чтобы не отвлекать тебя от учебы Весь месяц ты жила у меня Тебе отсюда удобно ездить до института Не было никаких проблем Ты здесь ела Пила Все было хорошо Ела, пила и что? Ничего Ты забываешь, что тебе уже не 16 лет И что тебе надо думать о перспективе Мама, мне нравится работать в школе Правда, мне там хорошо А я не об этом А, я прекрасно понимаю о чем-то Я прекрасно понимаю о чем-то Но даже если я учусь на архитектурном Но педагогический опыт мне никогда не повредит Ты знаешь, опыт можно приобрести и в другом месте И потом лепка из пластилина Это не педагогика Мама, мы не только лепим из пластилина А потом в этой школе Что? Этот? Кто этот? Который на твоего папу похож Мама, к твоему сведению У этого есть имя И зовут его Дима Да? А что ж ты о нем не вспоминала целый месяц? Я ему звонила два раза в день И очень зря Нет, мама, не зря Давай закончим этот разговор И в конце концов мне надо позвонить Да? А я еще не все сказала Мама, хватит Мне надо поговорить по телефону Я подожду Мне еще много что есть сказать Так Собачка Это кто у тебя? Это моя собака Я так и думала Лягушка Это кто у тебя? Кошка? Алло Да, Лиска, привет Ну как у тебя сессия сдала? А? А, завтрак идешь уже? Ну да, конечно мы тебя ждем Пока Дети У меня есть хорошая новость Завтра к нам вернется Елизавета Петровна Ура! Я так и думала Вы тоже очень хорошая, Екатерина Борисовна Спасибо Чижов, ну как ты не понимаешь Как ты не понимаешь Это Это же не какое-то чучело Понимаешь Это живая, настоящая, живая мышь Это понятно Вы понимаете, Борис Максимович Что мы не могли без этой мышки Не могли Что значит не могли? У нас было две подозреваемых Но Маша и Вика из девятого класса Но Нам нужно было выяснить Кто из них проник в подвал Мы решили сделать следственный эксперимент Борис Максимович Кто испугается мышки Тот не виноват Ну, вам, наверное, интересно узнать Кто не виноват, кто виноват Вам интересно, как прошел тестный эксперимент Ну и кто? Вика орала на всю школу Значит, она не виновата Потому что в подвале полно мышей Крыс Ну, в смысле крыс Но крысу нам негде было взять Поэтому мы взяли мышку Так, ладно Ну, предположим Предположим, вам это было надо Но почему было не спросить Зою Захаревну Почусь, блин Зоя Захаревна, дайте она, пожалуйста Борис Максимович Да если бы мышка не сбежала То все было бы нормально Вот именно Вот именно если бы Если бы Ну, мышка-то сбежала А теперь ответьте мне на один вопрос На какой? Чего мы вот тут сидим уже Я не знаю, сколько обсуждаем эту мышку Тратим время такого уважаемого человека, как вы И такого, конечно, менее уважаемого Но все-таки тоже уважаемого человека Вот только прекрати мне нести эту Прости, господи, демагогию Всем привет Чего же, вот Давайте спросим Катю Катючка, расскажи нам, пожалуйста Как твое время зависит от сбежавшей мышки Давайте всей школой будем мышку обсуждать Три часа Давай, Катюша, расскажи И устрою вас завтра возвращается Да ты что? А, правильно, я и забыл Как же это вы забыли? Ну, слава богу Лизка моя возвращается Ничего себе Да? Я что-то думал, что она через неделю А она, она уже как-то так получается Ладно, вы тут обсудите это между собой А я пойду сам с собой это обниму Нет, 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 ты иди в зоомагазин В зоомагазин и купи мышку Зое Захарне Может, не признает? Думаешь, они же не отличаются, правильно? Две маленькие, беленькие С востами Ты что, расстроена что-то чем? Пап, ты глухой? Я же сказала, не устроила, завтра возвращается Ну и замечательно Прекрасно Освободишься от продленки Наконец появится куча свободного времени А зачем мне эта куча? Унитазы чинить, да? Столы чинить, парты Подкручивать, там двери смазывать Так, опять двадцать пять Я ведь так понял, что тебя эта продленка уже достала Что ты хочешь отдохнуть от этих детей Вот тебе, пожалуйста, отдыхай теперь Ну Ладно, пап, все, давай эту тему закроем Ну почему закроем? Ты мне скажи, если ты хочешь сидеть в этой продленке Так пожалуйста, я поговорю с Лизой Она наверняка найдется какую-нибудь другую работу Да? Ну конечно Я вчера детям сказала, что не устроила возвращаться И что? И что, они обрадовались, между прочим Ой, Лизавета Петровна, ура, классно Послушай, ну тебе стоит не походить какую-то недельку И они так же обрадуются Скажут, о, Екатерина Борисовна, здравствуйте, ура Ладно, папа, все, все, хватит уже Вообще мне надоело уже сидеть здесь Я домой пошла Я приду Макароны свари И сосиски Так Важное в отношениях Девять букв Любовь Нет Не подходит Так, ладно, пропустим Так О, парусное судно Десять букв Парусное судно, десять букв Бригантина Бри-га-н-ти-на Подходит Ну, Санек, у нас радость Какая? Лизка возвращается Доставай бутылку Так надо сбегать Погоди, я шучу Ты че? Я-то думал, что она через неделю вернется Она, видимо, там все пораньше сдала Я так соскучился Сашка У нас все это время у мамы жила А че так? Ну че? Не знаю, чего То ли там добираться То ли там добираться В институт удобнее То ли, чтобы маму не огорчевать Ага То ли, чтобы нам друг от друга отдохнуть Не знаю В общем, надо позвонить ей И поздравить с этим событием Вот Этот нарисовался Видимо, хочет поздравить тебя с извращением На замечательную и перспективную работу Хватит, мам Ладно Алло Алло, Лизка, привет Тут творятся странные вещи А что случилось? Ну что? Я узнаю, что ты возвращаешься Ну, узнаю не от тебя, а от вороны Почему так? Ну, наверное, потому что я позвонила в Воронье, а не тебе Ты прекрасна, Своего икин Ну, я не обижаюсь Я просто звоню тебе поздравить с возвращением Лиз, ты все сдала? Да Молодец, поздравляю А на сколько? Дим, давай я завтра в школе тебе все расскажу Ладно, у тебя все? Нет, у меня не все, Лиза У меня еще два вопроса коротеньких Хорошо, давай побыстрее А то я что-то очень устала Конечно Лиз, первый вопрос Что с настроением? Все прекрасно Давай второй Надеюсь, на второй ты ответишь более честно Лиза С завтрашнего дня ты где живешь? Лиз, я не слышу Дима, у меня очень много дел Пока Ну, как она там? Хорошо, она там Эй, малой Как крокодил по-другому называется? Аллигатор А-ли-га-тор Молодец А еще есть кайман Ой, иди уж домой, а Развелась вас тут Умников Доброе утро Доброе утро, мамочка А сколько времени-то? Начало одиннадцатого Сколько? Господи, я ж уже опоздала Да ты хоть поедешь, пожалуйста Еще же к Борману надо зайти Боже мой Куда твой директор не денется? Давай поешь Да, хорошо, мам, сейчас я поем Сейчас Так, что мне взять-то? Так Да, может не пойдешь? Мам, я уже обещала И уже предупредила Что я появлюсь сегодня на работе Хорошо, хорошо Иди на свою дурацкую работу Мам, пожалуйста Хорошо, иди на свою замечательную работу Вот другой вопрос возникает Куда ты вернешься со своей замечательной работой? Камочка Я у тебя какое-то время гостила Сейчас пора возвращаться домой Ой-ой-ой, как громко Домой Да у этого Никакого дома Ничего вообще у него нет Это все его отца А сам он на штаны себе заработать не может Мама, хватит Это тебе хватит Ты жила у меня здесь целый месяц И нам очень хорошо было вдвоем Мама Я жила здесь целый месяц Потому что ты меня об этом попросила И я не хотела тебе отказывать Пожалуйста Давай не будем ссориться с утра пораньше Так, в душ я не успею Хотя бы зубы почищу Ну, как тебе? Замечательно Что это за смешарики? Ну, это Лиза, это Чиж Счастливы вместе Непонятно, да? Тьфу Давай жми натое... Ты что наделал? Извини Просто мне все это надоело, понимаешь? Ну, что за праздник такой? Всего лишь человек возвращается на работу И все Егор, ты ничего не понимаешь Я не понимаю, да? Вот Васильев, например, ногу сломал Бедный парень Три недели его не было Но почему-то, когда он пришел в школу Мы не украшали класс шариками и серпантином Потому что Чиж нас об этом не просил Да уж Чиж-то тоже молодец Сентиментальный до ужаса Я никогда не думал, что он такой Слушай, давай работай, а! Скоро Лиза придет Кстати, где он? Кто? Кто? Чиж! Да я откуда знаю? Тоже мне Взял, заставил нас работать Мы тут украшаем Сидит себе в коморке Чай, небось, дует Привет всем, извините, что проспал Да ничего страшного Ну как тебе? Отвратительно, снимайте все к черту Не поняла Я тоже не понял Хотя идея хорошая Что не понятно? Торжественной встречи не будет никакой Все снимаем это Все эти шарики, все снимаем Дим, ну как? Мы это полчаса делаем Набували шарики Ну в общем, да, у меня легкие все болят Я повторяю Торжественные встречи отменяются Поэтому, ладно, я это все уберу Давайте на урок Дим, ну скоро Лиза придет Оставь хотя бы серпантин Послушай, няня Вот когда ты будешь жить с Лизой Тогда можешь сюда хоть оркестр приводить Хоть тюленя, который на скрипке играет Но пока что будет так, как сказал я, ясно? Я бы хотел на это посмотреть Ну, на танцующего тюленя Давайте на урок Угу Угу Здравствуйте, Борис Максимович. Здравствуйте. Простите. Я Ольга Николаевна, мама Лизы не устроена. А! Богороди, извините, не узнал, так давно уже не виделись. Я смотрю, что-то знакомо и, в общем, чем могу помочь. Вы проходите, целитесь. Может быть, чай, кофе? Нет, нет, что вы. Помогите лучше. Весь ваш. Дело в моей дочери, Борис Максимович. А что такое случилось с Лизой? Она не сможет прийти на работу? Ой, да нет, что вы, что вы. К сожалению, сможет и, наверное, уже пришла. Другое дело, что, конечно, приходить ей не стоило. Вот почему? Ну, я сейчас не хочу говорить, чем она занимается в школе. Это, конечно, несерьезно. Да, она могла бы найти что-то более близкое ей по ее будущей профессии. Я не об этом. Я хочу поговорить о Дмитрии Чижове. Вот, минуточку. Бога ради извините, что я перебиваю, потому что здесь у меня существует некая принципиальная позиция. Я считаю, что они уже взрослые ребята, давно вместе. И, в общем, словом, я не вижу, что здесь обсуждать. Начнем с того, что во время сессии Лиза жила у меня. Да. И все было хорошо. И о Диме она даже не вспоминала. Ну, знаете, зная ваше отношение к Диме, я думаю, она просто не хотела вас нервировать. А я думаю, что он ей просто не нужен. А зачем она вернулась в школу? Вот. В школе у нее работа. А в школе у нее и Дима. Который ей не нужен. Да. Но ей придется волей-неволей общаться с ним. И все вернется на круги своя. Как бы я не хотела что-либо изменить. Ну, хорошо. Я, в общем, в целом где-то так понял проблему. Единственное, что я не могу понять, я чем могу быть здесь полезен. Привет. Привет. А, да чего тут со шваброй? Да я готовил торжественную встречу одному человеку, но встреча отменилась. Вот остался мусор. Нужно убрать его. А почему отменилась? А я, видишь, в чем дело, позвонил вчера этому человеку. Ну, узнать, как дела, какие планы, как успехи. А он со мной так поговорил, как будто я у него денег хочу занять, причем много и надолго. Дима, что ты в самом деле? Ничего, Лизочка, ничего. Борис Максимович, Лиза вас очень любит и ценит. Вы поговорите с ней. Ну, вы поверьте, я бы ни за что не обратилась к вам в другом случае, но она меня не слушает. А мне нужна ее забота, внимание. Я уже не молодая, Борис Максимович. Ну, я тоже, знаете, не привлечу. Вы знаете, через полгода у меня операция. Что такое? И мне нужна ее забота. Ну, знаете, я, честно говоря, насколько я знаю Лизу, я уверен, она вас не оставит. А я в этом теперь не уверена. Напрасно. Абсолютно напрасно. И в любом случае, я должен вам сказать. Простите, прямо. Да. Я считаю, что мы не должны вмешиваться в их личные дела. Во всяком случае, я. Я посторонний человек. Спасибо, Борис Максимович. Пожалуйста. А я на вас очень рассчитываю. Я оправдал. Простите. Ты знаешь, целый месяц мы с тобой разговаривали по телефону, и ты даже отказалась со мной в кино сходить. Дима, ты прекрасно знаешь, у меня была сессия, я месяц из учебников не вылезала. Так все уже, прощайте учебники, привет, Димка, здравствуй, Димка, а вместо этого что? Извини, не могу сейчас разговаривать. Спасибо, что не послала куда подальше. Спасибо, Лиза. Дима, извини, пожалуйста, что поговорила с тобой таким тоном. У меня были причины. А у тебя были причины поговор... То есть, у тебя были причины обидеть меня? Нет, ну, я не хотела тебя обидеть. Ну, просто я поругалась до этого с мамой. У меня было паршивое настроение. Ну, что ты меня не понимаешь? Я понимаю тебя, Лиза. Я тебя понимаю. Ты прекрасно знаешь, что я понимаю тебя лучше, чем себя. Только ответни на один вопрос. Какой вопрос? Когда ты меня уже поймешь. Целый месяц мы разговаривали по телефону с тобой. Дим, ты уже говорил про это. Да, и после этого месяца ты могла бы прийти и быть немножко полюбезней со мной, чуточку. А может быть, нужно быть чуть-чуть менее самовлюбленным, а? И не разыгрывать тут шекспировскую драму из какого-то пустяка. А, то есть, это пустяк. То есть, это я для тебя пустяк. Нет, Дим, Дим, ты не пустяк для меня. Это в принципе пустяк. Знаешь что, Лиза, знаешь что? Я думал, мы нормально с тобой поговорим. Я даже не заметила. Да? Да. Да ты много чего не замечаешь, Лиза. Много чего. Да вообще, что я тут убираюсь? Ты вернулась, убирайся сама. Да, да. Здравствуйте, Борис Максимович. Лиза. Ну, здравствуй, наконец. Вернулась. Как твоя сессия? Хорошо, все, все пятерки. Молодчейно. Я того и так горжусь. Борис Максимович, я уволиться хочу. Так. Какая все-таки твоя мама упрямая женщина? Да. А при чем здесь моя мама? Что значит при чем? Разве вы не... Она же была здесь вот только что. Сидела на этом самом месте. Мама была здесь? Да. Интересно. И что же ей понадобилось? Что надо маме? Она беспокоится о тебе. А, она всегда обо мне беспокоится. Да, да, да. Обо мне, о моих отношениях с Димой. Да, да. Но я ей сразу сказал, и тебе сейчас тоже заявляю. Ваши отношения с Димой я обсуждать не собираюсь. Это не мое дело. Вы взрослые люди. Спасибо, Борис Максимович. Но ты знаешь, не в всем твоя мама так уж не права. Да? Да. Я тоже считаю, что ты, в общем, переросла работу в школе. Да, эта работа с детьми, она уже как-то не совсем соответствует твоему статусу. Тебе надо поискать что-то более подходящее, более перспективное. То, что касается твоей будущей профессии. Понимаешь? Ага. Спасибо большое. Лиза. Что мать, что дочь. Катя. Ну все, Катерок. Можешь возвращаться и работать, как прежде, на продленке. Привет, начальник. Как прошла долгожданная встреча? Это, какое тебе дело, Аня? Егор, я сейчас не с тобой разговариваю. Ну, ты видишь, Дима тоже не хочет отвечать. Почему я не хочу отвечать? Я отвечу. Встреча как прошла? Прошла. Мы поругались и разошлись. Вот как прошла. Да ты что? Все, 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 ты довольна? Пошли в кафе. Да, Егор, подожди ты. Дим, а почему так? Дим, скажи ей, пожалуйста, что излишнее любопытство, это очень плохо. Вот мне неинтересно, почему так, правильно? Неинтересно. Почему так получилось? Я отвечу, почему так получилось. Потому что я соскучился. Я думал, придет Лиза и уделит мне много-много внимания. Пришла Лиза, вся в своих проблемах. И мне нужно было уделять внимание ее проблемам, а не ей моим. Может, и мне ее, и ей моим. Короче, черт ногу сломит в этих местоимениях. Все, объяснила? Да, я уже сломал. Но не ногу, а голову. Дим, но кто-то же должен сделать первый шаг. Аня, вот ты давай сделай первый шаг. Ты сделай первый шаг отсюда. Дай Диме отдохнуть, все обдумать, понимаешь? Придем. Да, первый шаг, конечно, кто-то должен сделать, но я пока что не готов. Слушай, хватит, пожалуйста, беседовать с Аней и отпусти ее. Мы так до кафе не дойдем. Да иди ты уже в свое кафе, а! Никто тебя здесь не держит. Дим, послушай меня, пожалуйста. Я, конечно, не такая взрослая, как ты или Лиза. И ты все прекрасно без меня знаешь. Ну, вот у меня с Егором был похожий случай. Мы поругались, и никто из нас не хотел мириться. И он считал, что это я виновата, а я считала, что он. Ну, все как у вас. Но в итоге Егор подошел и извинился. И это мне потом было неудобно за то, что он сделал первый шаг, а не я. Ты меня понимаешь? Слушай, ну ты идешь одному-то, скучно. Ладно, спасибо, Варина, ты, конечно, молодец. И ты молодец, Егорка. Я? Почему я молодец? Не потому, что ты не дал мне с Димой договорить. Не поэтому. Ну что, идем в кафе? Идем, идем. Интересненько. Ты что хотел? С Лизкой поговорить. А ее не оказалось. Что случилось? Как что? Мне час назад позвонил папа, сказал, посиди с продленкой. Я спрашиваю, что случилось, где Лиза? Он говорит, что Лиза ушла. Куда ушла? В ларек за чипсами. Совсем ушла. Совсем ушла? Да. Совсем замечательно. Ты знаешь, она вообще какая-то странная. Ну, со своей сессией пришла. Я с ней разговариваю. Она какая-то закрытая, замкнутая. Да это не она странная, закрытая, замкнутая. Это просто я, идиот. Ну, все поправимо. Я чувствую, что все можно исправить, Ворону. Так. Эй, эй, Чиж! Чего? Ты как, кто? На продленке-то? Пока что ты Ворона, но я очень постараюсь это исправить. Счастливо. Не, ну я валяюсь. Здравствуй, мама. А что ты тут делаешь, здравствуй? Странный вопрос, что я здесь делаю. Не ты ли ходила к Борису Максимовичу и просила наставить меня на путь истинный? Ну, Лиза, я... Да я не думала, что он меня послушает. Представляешь, послушаю. Теперь тебе не о чем волноваться. Ну, Лиза, я хотела как лучше. Вот. Замечательно. Получилось как лучше. Ну, ладно. Мам, очень хочется побыть одной. Хорошо, хорошо. Хорошо. Обедать будешь? Нет. Все, что хочешь. У тебя телефон звонит. Я слышу. Пусть звонит. Ну, и правильно. И нечего тебе доставать. И вообще, пора выбросить из головы этого человека. Не надо о нем думать. Не берет? Нет. Более принципиального человека, чем обиженная Лиза. И что ты теперь делать будешь? А мы-то тебе зачем нужны? Вы пойдете к Лизе в качестве парламентеров. И что сказать? Скажете, скажете, что Чиж капитулировал и готов к переговорам. Скажете, что Чиж готов принять любые условия противника. Противницы? Да. А ты почему не пойдешь? Боишься? Ну, что мне бояться? Нет, хотя сейчас я боюсь. Я боюсь, что мы с Лизой поругались окончательно. Понимаешь, там мама дома, которая меня на дух не переносит и на порог не пустит. Да ладно. Да. Ну, и возможны всяческие проявления агрессии со стороны мамы при помощи скалки или сковородки. Вот здорово, а? Ты тут будешь отдыхать, а я пойду по голове скалкой получать, да? Она вас не тронет, я уверен. Ну, не на сто процентов, конечно. Уже не на сто. Егор, хватит, пойдем. Ты помнишь, что сказать Лизе? Не парься. Я знаю, что мне сказать Лизе. Все, пойдем. Слушай, раз ты все знаешь, может ты от нас хочешь, а? Мы команда или как? Пойдем. Давайте команда, давай, пошли. А я даже знаю, кто это пришел. Сейчас я с ним поговорю. Мам, попроси Диму просто уйти и все. Я его очень хорошо попрошу, так, чтобы он навсегда сюда дорогу забыл. Лиза, привет. Привет. Лиз, может тебе не надо сейчас с ними говорить? Ну, нет, что ты, мам, мы быстренько поговорим. Ну что, ребята зря пришли. Ну, как знаешь. Лиза, тебя там чиж ждет. Ребят, говорите потише, пожалуйста. Ладно. Лиза, вам надо помириться. Аня, давай не будем обсуждать Диму, ладно? Лиз, я все понимаю. Ну, только выслушай меня, пожалуйста. Мы с Егором в курсе вашей ситуации. Ну, хорошо. Ну, что ты можешь мне сказать? Между нами шесть лет разницы. Слушай, действительно, Анька, пойдем, а, яйца курицу не учат. Спокойно. Чижого я уже все сказала и для тебя слова найду. Хорошо, попробуй. Я правда сомневаюсь. Слушай меня только внимательно, ладно? Хорошо. Мне эту историю мама рассказала. Однажды они с папой чуть было не разошлись. Я только родилась. Со всеми вытекающими из этого обстоятельства. Я постоянно кричала, хотела есть, чем-то была недовольна. Кстати, ты не сильно изменилась с тех пор. Так вот, им было очень тяжело. Мама не привыкла вставать пять раз за ночь. Ее раздражали мои крики, ну и так далее. Но и папе было трудно, понимаешь? Он для того, чтобы нас хоть как-то прокормить, работал на трех работах. Мама с папой постоянно ссорились. Ну, они выясняли, кому из них тяжелее. Ну, странно. Ребенок-то ведь такая радость. Слава Богу, они это вовремя поняли и успокоились. У вас то же самое. Понимаешь? Ваша встреча – это радость. Но вы оба были на эмоциях. И энергия, связанная с этой радостью, устремилась не в том направлении. Ты знаешь, Анька, ты настоящий психолог. Осенью на подготовительные пойду. Понимаешь, если бы дело было только в этом, мы бы с Димой давно бы уже помирились без вашей помощи. Ну, тогда в чем дело? Дело в том, что у меня есть мама. Мама не очень любит Диму. И мне постоянно приходится делать выбор между ними. А это очень трудно. Я устала, мне надоело, правда. И сегодня я сделала свой выбор. Все, точка. Да, Лиз, все, разговор закончен, ребят. Пойдем, Ань. Действительно, вам пора. Ну, ладно, мы пойдем. Пока. Пока, Лиз. Счастливо. Так, я не понял, ты почему не на прогленке? Да надоели потому что. Я им дала задание рисовать счастье. Пусть сидят и рисуют. Все, я ушла. Катя, я не понял, что значит надоели? Папа, они постоянно спрашивают, а где Лизавета Петровна? А когда она придет? Ну, ты им ответила, что Лизавета Петровна больше не будет? Ну? Пап, я им ничего не ответила, потому что это еще не факт. Это факт. Слушай, ты мне позвонил, ничего не объяснил. Сказал, иди на прогленку, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Катя, Катя, тут нечего объяснять. Все нормально, нормальная житейская ситуация. Ко мне пришла Ольга Николаевна, мама Лизы. И попросила объяснить Лизе, что Лиза учится в архитектурном институте. Ей уже пора давно работать по профилю, а не на прогленке. Вот и все. Потом пришла Лиза и сказала, что она увольняется. Интересно, почему она так легко согласилась уйти? Ну, это я не знаю, меня это в общем. А, я поняла. Лиза поссорилась с Чижом, решила уйти. А потом мне снова померится, Лизочка опять вернется. Слушай, пап, мне надоело, я как табуретка какая-то. Вот когда я нужна, можно меня вытащить из-под стола, поставить куда нужна. Когда не нужна, пускай дальше стоит. Да, так получается? Катенка, вот поверь мне, меня совершенно не интересует больше взаимоотношения Лизы с Чижом, Чижа с Лизой, или их обоих с Ольгой Николаевной. Это их личное семейное дело. Факт остается фактом. Лиза не устроила, больше не работает на прогленном дне. Теперь работаешь. Ты. Правда? Ну, конечно, правда. И за детей не переживай. Через недельку привыкнут. Ну, спасибо. Тогда я пойду работать. Иди. Ну, вся в мать. Ну, как ты? Прекрасно. Все замечательно. Я подслушала ваш разговор. Извини, конечно. Мам. Ну, извини. Хорошая девочка, умная. Аня. Аня, хорошая. Мальчик тоже симпатичный. И мальчик, Егор, ничего так там. Аня, права. Вы поругались с Димой из-за ерунды. Виновата в этом я. Мам, ты ни в чем не виновата. Я же вижу, как тебе тяжело. Я должна была бы тебя поддерживать, помогать тебе. Получается, наоборот. Я давлю на тебя. Мам, все уже решено. Это ничего не решено. Ну, допустим, если не он. Ну, если не Дима. Будет кто-нибудь другой. Вполне возможно, что он мне тоже не понравится. Нет, конечно, трудно себе представить, что он мне может не понравиться больше, чем Дима. Такое вообще сложно представить. Но все-таки. Так вот. Он мне не понравится не потому, что он хороший, или плохой, или еще какой-нибудь. А только потому, что он забирает у меня дочь. Так что я не имею никакого права говорить тебе что-нибудь насчет твоих кавалеров. Решай сама. Я пойду в телевизор посмотрю. Ты только заходи домой почаще. Мамочка, ну, конечно. Мне тебя очень не хватает. Древняя одежда. Шесть букв. Туника. Откуда ты все знаешь-то, а? Я думал, Саняк. Древнегреческое чудовище. Четыре буквы. Лизка. Лизка. Нет. Нет. Привет. Лизка, привет. Ты что тут делаешь? Я к тебе пришла. Ну, и на работу тоже. Действительно. А что ты туда-сюда ходишь? Так получилось. Слушай, Аля сказал, что без шансов. А что без шансов-то? Да и решай, кроссворд, Санюк. Да я не могу. Мне одному-то не получается. Надо с Борисом Максимовичем поговорить. Я с тобой. Я теперь от тебя не на шаг. Пойдем поговорим с Борисом Максимовичем. Так, древнегреческое чудовище. Кто там? С софоком? Слушайте, ребят, ну вы что, издеваетесь над мной? Да нет, не было такого в планах, Борис Максимович. У вас 7 пятниц на неделе. Нет, не 7, 8, 12, 25. 22. Борис Максимович, ну пожалуйста, ну простите нас. Ну это семейные обстоятельства. Ну объяснили же. А вот и не поверите, Чижов. У всех, слышишь меня? У всех семейные обстоятельства. Даже у меня. В общем. Ну, Борис Максимович. В общем так. Окончательное решение. Катя будет сидеть на прогонке. Все. Решение окончательное. Обжалу не подлежит. У Кати это тоже получается. Катя тоже прекрасно владеет с детьми. У Кати нет сессий. Борис Максимович, ну это пока что нет сессий. Она не поступила в институт. Сейчас поступит. У нее тоже начнутся сессии. Вот если поступит, тогда мы и можем вернуться к этому вопросу. А пока извини. Все. Борис Максимович, ну вы же всегда в нам шли на встречу. Ну сходите вы и в этот раз. Больше не пойду. Не могу. Ну вы поймите меня. Просто не могу я. Значит так. Катя просила меня дать ей принципиальный ответ. Кто будет работать на прогонке? Ты в этот момент увольнялась. Помнишь? Борис Максимович, ну пожалуйста. И я принял решение, что на прогонке будет сеять Катя. Я дал ей слово, понимаешь? И забирать его назад не собираюсь. Ну последний раз мы, Борис Максимович, ну мы уже пять минут как дружная счастливая семья. Ну хватит. Я истинно за вас рад. Ладно, Дим, перестань. Борис Максимович прав. Ты как-то непорядочно по отношению к Кате. Спасибо тебе, Лиза. Спасибо тебе, Лиза. А что я буду делать тут в школе-то, а? Без тебя. Дим, ну мы будем видеться дома. Так я хочу и дома видеться, и в школе видеться везде. Дим, ну перестань. Честно, тебя уволят в конце концов. Очень правильно. Спасибо, Лиза. Борис Максимович, могу я повидаться с детьми? Все-таки они меня ждали. Ну что ты глупости спрашиваешь? Они сейчас здесь? Да, у них урок. Ну иди, конечно, и повидайся. И вообще можешь приходить, видеться, если хочешь. Я тебя же не собираюсь выгонять из школы. Спасибо. До свидания. До свидания. Не ожидал от вас, Борис Максимович, такого. Не ожидал. Не забывайся. До свидания. Так, все нарисовали свое счастье. Ого. А это у нас кто? Елизавета Петровна. А. Вот оно какое счастье-то. Ура! Я пришла. Ой, 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 привет. А нам сказали, что вы не придете. А я вас нарисовал. Хотите посмотреть? И я нарисовала. У меня лучше. Тихо, тихо, не спорьте. Мы сейчас все посмотрим. Садитесь, скорее, по местам. Ладно, вы тут побудьте, Елизавета Петровна. Я пойду к Борису Максимовичу. Откажусь от лишней нагрузки. А, спасибо, Екатерина Борисовна. Во здоровье. Значит, вы тут рисуете, да? Да. Как интересно. Ну-ка, показывайте скорей. О, какая красота. Ну что, я похожа? О чем ты думаешь, скажи? Опять задачка не решается. Как теорема наша жизнь. И не всегда мечты сбываются. Мечты сбываются. И в мокрых пятнах чистый лист. Сдана тетрадь, урок закончился. Но, уходя, ты оглянись. Пусть это все тебе запомнится. Запомнится.